Приветствую всех, друзья! И у нас с вами опять Фикс Прайс, как вы поняли из названия. И сегодня я на самом деле пошла за гигиеническими средствами, но там их не оказалось. И собственно, у нас сегодня новинки. Новинки в нашем магазине, потому что у нас такого раньше не было. И я тщательно выбирала, что брать, потому что тщательно считала, считала, тщательно читала этикетки, потому что много чего понравилось из новинок, но большая часть очень неприличное содержание имела. И у меня сегодня два небольших пакета. Вот таких вот. Давайте начнем, наверное, с еды начнем, чтобы ее уже убрать в холодильник и больше на ней не останавливаться. Так, у нас появились топтышки. И по-прежнему, кстати, действует как бы, как сказать, акция, что ли, 3 по цене 50 рублей. То есть так он стоит 16, 16,90, по-моему. А если берешь 3 штуки, получается 50 рублей. Небольшая, но выгода. Вот. Я взяла ванильное мороженое 2 штуки и карамельное риско. Фруктовые я не люблю. Взяла попробовать. Анютка, тебе большой привет! Ты их очень хвалишь. Наконец-то они у нас появились. Я взяла. Вчера, не помню у кого, возможно, что тоже у тебя, Анютка, видела вот такие вот мармеладки. Они у нас тут же появились. И я взяла на пробу, потому что я, в принципе, к мармеладу отношусь нейтрально, не то, не сё, но иногда хочется чего-нибудь эдакого. И я не люблю очень жёсткий мармелад, поэтому мармеладные конфетки. Попробую, расскажу вам. Наконец-то появились мои любимые лепёшки. В прошлый раз, в прошлом видео, я говорила, что их не было. Наконец-то они появились. Я взяла по традиции две упаковки за 50 рублей. Кстати говоря, буквально в пятницу я была в Магните, и там лежали точно такие же лепёшки с льняной семечкой и большие мексиканские, которые я показывала в прошлом видео. Так вот, в Магните вот такие одна пачка стоит 79 рублей, а мексиканские стоят 99 рублей. Так что имейте в виду, в Экспрессе всё-таки выгоднее, и состав на самом деле тот же самый. Так, из вкусняшек ещё взяла вот такие, появились чипсы из лаваша. На самом деле, я взяла просто попробовать и взяла одну штучку, хотя был соблазн взять большую пачку мексиканских чипсов. Но, знаете, раз в месяц у женщин бывает такое состояние, когда им очень-очень хочется какой-нибудь гадости. Вот у меня сейчас такое состояние, поэтому я остановилась всё-таки не на картофельных, а на лавашных, но со вкусом сыра. Вот, были только такие. И тоже вчера, вчера, кстати, смотрела, у Анютки видела мороженое, и оно у нас тоже появилось. И я взяла 4 пакетика на 100 рублей, то есть каждый пакетик по 25 рублей. Я обожаю мороженое, и попробую их делать сама. Я видела уже у кого-то из блогеров, девочка делала, и у неё всё получилось на отлично. И, кстати, ванильное, чем удобно, что вы можете положить в него любой свой наполнитель, например, шоколадную крошку, или изюм, или орешки, в общем, всё, что сами захотите. Любой наполнитель по вашему вкусу. Так, и, по-моему, еда у меня закончилась. Давайте пойдём дальше. Так, взяла вот такие вот палочки. Здесь 400 штук. По-моему, 50 или 55 рублей. Но, на самом деле, выгодно, потому что рядом стоят немножко не такие, по-моему, я самая, называется. Они в коробке, там 300 штук, и стоят точно такую же сумму. Коробки у меня уже есть, поэтому я взяла просто упаковку. И эти мне нравятся тем, что палочка не гнётся. То есть, есть такие совсем дешёвые, у которых палочка тут же ломается у вас в руках. Вот эти хорошенькие. И их надолго хватает. Так, из химии. Так, ещё у нас появился вот такой освежитель. Видела у разных блогеров. Вот Олечка Балл его, в принципе, хвалила. Но сказала, конечно, на любителя. Не выдающийся, но что-то в нём такое есть. Вот. Решила попробовать. Я вообще не большой любитель освежителей в помещении. Я предпочитаю просто открыть окно. Форточку, в смысле. Но поскольку у нас кошка, поэтому широко окно открывать сейчас непозволительно. Я переживаю за неё. Ну, мало ли, что она туда сиганёт. А сеток у нас нету. Вообще, она очень любопытная. И когда она сидит на окошке, она всё время смотрит вниз. И всё её привлекает. Какие-то люди, машины. И всё. Она всем интересуется. Поэтому взяла попробовать. Честно говоря, не знаю. Как-то он тут здесь. Так, давайте... А, тут такой интересный переключатель. Попробуем. Так. Ну, в принципе, не корица, не ваниль, а такое что-то... Что-то лёгкое, свежее, цветочное даже, я бы сказала. А, я думала, будет лучше запах. Так. В плане... В плане... В плане химии. Так. Ещё взяла аромопалочки. Правда, я ещё не нашла свою идеальную аромалампу. Но решила взять. По-моему, они были по 50 рублей. Точно не могу сказать. Но я подпишу на видео. Взяла, значит, запах кокосовый, зелёное яблоко и какая-то ночная королева. Но пахнет, типа, жасмина. Не знаю, что за запах. Вот. В общем, так. Внешне понюхала. Мне понравились. Вот. Такие вот у нас продают. В общем, пока ничего не могу сказать. Попробую и потом уже скажу. Долго выбирала, выбирала, выбирала. Появилась вот такая паста. Честно говоря, даже ещё одну взяла. Сейчас покажу. Вот. Чуть не уронила. Чуть не разбила. Так. Появились вот такие две пасты. Так, как бы показать-то. Вот. Одна, типа, из корейской, а вторая, не знаю, чья. На самом деле, обе они производятся в Москве. И единственное, что смутило, что в составе есть СЛС. Что в зубной пасте категорически не должно быть. Но я попробую, потому что вот здесь вот есть значок рекомендовано зубными врачами, как их, донтистами. А здесь просто известная фирма Силка Мед. Вот. В общем, я попробую, если не понравится одному брату, ему вообще всё равно, чем чистить зубы. я просто заметила, что мои зубки привыкли уже к сплату. Хотя я пользуюсь только им, он мне нравится. До этого я пользовалась новый жемчуг, но когда новый жемчуг только появился, он действительно был хорошей пастой. Потом он испортился и стал уже такой порошкообразный, что, в принципе, не делало зубы лучше, а только хуже. У меня появилось раздражение, кровоточилость, и мне мой зубной врач посоветовал именно сплат. Ну, либо Сенс-1, либо сплат. Ну, вот сплат мне по цене больше подошёл, чем Сенс-1, он, конечно, подороже будет. Но профилактические зубные пасты, они довольно дорогие. Здесь заявлено, что вот эта паста тоже профилактическая, а это непонятно, какая. Но вот я взяла попробовать, опять же, если мне не понравится. Всё-таки зубы привыкают. Вот, если не понравится, то отдам брату. Из чего-то такого ещё взяла вот такой красный блеск уже возле кассы. захотелось мне чего-то такого яркого и вроде бы здесь ещё запах арбуза. Ну, это такое, как бы, вещь такая, я не собиралась это покупать, но иногда что-то вот понравится, какая-то штука прямо возле кассы и берёшь её. Увидела вот такие вот подушечки, терапевт мне посоветовала, когда смотрю телевизор или сижу перед компьютером, использовать вот эту вот подушку. взяла красный цвет, у нас были чёрные, синие и красные. Взяла красный, не знаю, почему-то захотелось, 55 рублей. Пока не знаю, вернее, говорят, написано, что ткань очень приятная и комфортная. Посмотрим. Так, наконец-то, наконец-то я взяла вот эти вот органайзеры, но совсем не для косметики. собственно, один и второй. Они стоили по 77 рублей. Они наконец-то у нас появились. И знаете, что я вам скажу? Они совсем ну не так выглядят, как вот у девочек смотришь, других блогеров на канале, на разных каналах, да, вот эти обзоры, и вот они покупают эти органайзеры. Эти камеры очень сильно искажают. И я когда у нас их очень долго не было, и вот я сейчас увидела их в магазине, и немножко разочаровалась, потому что я думала они побольше. Я даже не знаю, я хотела взять линейку, но забыла ее для съемок. В общем-то, сейчас нет у меня никакой линеечки под рукой. Визуально я вам скажу, что они где-то сантиметров 7 в глубину, вот так вот в ширину сантиметров 10 и в высоту где-то сантиметров 10. То есть они не такие уж большие, как кажется на видео. И вот этот вот он в высоту где-то сантиметров 5 в глубину ну наверное где-то 7-8 здесь не написано размеры просто и в длину где-то наверное около 15. Вот. Но я напишу, я померяю, напишу на видео какой размер. И на самом деле они совсем не выглядят. То есть на видео они выглядят гораздо больше и кажется что сюда можно много чего поставить. На самом деле они очень маленькие. И в принципе вот народ их для чего берет? Вот для этого. Но мне это нужно совсем не для этого. И когда я обустрою свое творческое пространство я вам обязательно покажу для чего я эти штуки купила. и у нас появились вот такие сумочки. Все таки соблазнилась я и взяла одну. 99 рублей она стоила. Сейчас буду шуршать. Так избавимся от этой шуршалки. Значит просто черная сумка. Там были еще ядрено голубого цвета какого-то лазурного. Но мне захотелось черную. Молния правда золотая но это не проблема. Просто обычная сумка внутри никаких карманов нету но есть подкладка. Мне понравилось что она довольно плотная довольно хорошо сделана. То есть где-то торчат нитки но это все-таки Китай. И ремешок двойной что тоже хорошо. Правда вот он здесь где крепится к самой сумке он просто прострочен. То есть я бы еще здесь заклепочку поставила. благо у меня есть установщик люверсов так что можно сделать это самостоятельно. Вот так сумка просто мне понравилась она довольно простая то есть например если поехать куда-то погулять по городу чтобы 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 тащить с собой огромную сумку можно взять эту положить только там телефон кошелек проездной до ключи чтобы просто не таскать с собой лишнее вот именно на этот случай и самая приятная милипуська я как увидела его на входе просто не смогла устоять он такой классный и у него моська такая одно ухо торчит другое не торчит но просто прелесть конечно это для детей но он такой мягенький такой релаксирующий приятный обворожительный такой ну разве можно было устоять вот это в общем-то все покупки мои на сегодня и чек получился довольно внушительный цены я подпишу надеюсь было интересно ставьте пальчик вверх оставляйте комментарии подписывайтесь если вы еще не подписаны и увидимся в новых видео пока-пока